всем привет с вами олег и моя уже всем знакомая рубрика интернет-магазин с нуля сегодня мы с вами подведем небольшие итоги по тем шести роликам которые мы уже опубликовали и с вами прошли мы затронули там такие темы как добавление товара вручную импорт товарных позиций создание групп работа с приложениями и много еще другом на самом деле у нас еще и впереди очень много интересных тем которые мы вместе с вами разберем ну а сегодня мы подведем эти итоги и заденем несколько тем которые также меня интересуют и интересуют ваше мнение так что давайте будем уже начинать хотел бы вам напомнить что если вас интересует более детальная информация о каком-то блоке или приложение в кабинете компании то пишите это в комментариях или лайкайте такие комментарии и я обязательно сделаю тельное видео а сейчас я постарался собрать все такие комментарии в google форму где вы можете отметить более интересующую вас тем я сделал отдельный ролик по этим темам где больше всего будет голосов а там где их будет не очень много просто выложу ссылки где об этом можно будет почитать вот одни из примеров таких комментариев я думаю сейчас вы их видите здесь ссылку на опрос я оставлю в комментариях как уже и говорил а теперь перейдем к подведению итогов и коротко пробежимся потому что мы сделали начал я с того что зарегистрировал интернет магазин и приступил к его настройкам вначале я сделал основное это фундамент своего магазина на который в дальнейшем уже загружал товары и группы сюда я включил такие настройки как доставка и оплата настройка графика работы указал как можно вернуть товар и его гарантию настроил поля в корзине и активировал дизайн а также добавил информацию о компании конечно это далеко не все что вы можете сделать в самом начале тут вас никто не ограничивает вы всегда сможете вернуться к этим пунктам и что-то в них добавить или изменить ну или удалить но начало как минимум уже положено дальше мы разобрались с группами немного напомню о деталях и нюансах группы можно добавить в отдельном разделе кабинет компании он так и называется группы и подборки кстати подборки это наш новый функционал и о нем я рассказывал в одном из дайджестов и ссылку на детальную информацию о нем оставлю еще раз в описании если вкратце то можно создать подборку товаров то есть создать отдельную группу которые будут попадать товары которые вы выберете из других групп но в тот же момент они будут оставаться в основной своей группе к примеру сезонная разбродажа или что-то в этом духе и о чем еще стоит знать ссылка на сам товар изменяться не будет и здесь есть ограничение на количество подборок и товаров в них это три подборки и максимум 48 товаров в каждой вот как то так вернемся группам их можно создавать несколькими способами это вручную или с помощью импорта но есть нюансы если вы добавляете группы с помощью импорта то в любом случае их надо будет доработать так как нельзя добавить через импорт фото и описание к самим группам короче надо будет еще немного поковыряться в группах в добавлении групп руками особых нюансов то и нет там можно добавить одно фото описание до и после списка товаров в большинстве случаев там пишут о нюансах выбора или о самом товаре который там находится по количеству групп ограничений нет но есть рекомендация не создавайте кучу подгрупп в группе примерно 3-4 уровня не больше то есть в третьей подгруппе уже товары ну или в четвертой конечно бывает и больше тут уже стоит отталкиваться от специфики вашего бизнеса следующее о чем я рассказывал это добавление товара опять же есть несколько способов это массовая загрузка товаров с помощью импорта и загрузка товаров вручную поговорим о ручном способе по всем полям опять проходить не буду просто сделал акцент на главное прописывайте правильное название товара которое поможет вашему клиенту понять что именно это за товар прописывайте ключевые слова которые помогут увеличить охват аудитории конечно они должны относиться к товару в котором они добавлен один из плохих примеров которые я реально встречал в товарах это когда товар телефон одно из ключевых слов это продам гараж в одессе согласитесь это мило но идем дальше добавляйте обязательно фото к товару их можно добавить до 10 штук и пишите описание товара его характеристики в общем помните главное товар продает себя сам чем больше он на себе расскажет тем будет лучше а если еще и покажет видеоролики у это вообще будет космос да да есть еще разновидности скидки ярлыки и так далее об этом тоже стоит помнить и пользоваться а сейчас я помещал что буду коротко обо всем напоминать а то у меня как всегда хочется все все рассказать и все показать вам но надо себя иногда сдерживать теперь об импорте через него можно добавлять как товары так и группу об этом вы знаете также у нас возможна синхронизация по ссылке gml и с 1s кстати будет ли вам интересно чтобы я рассказал о том как можно перенести товары с одного сайта на пром на другой сайт на проме с помощью excel если да то напишите об этом в комментариях о чем хотелось бы напомнить или даже попросить внимательно подходите к импорту не спешите и внимательно читайте название столбцов если у вас возникли ошибки при импорте то внизу оставляю ссылку на справку где рассказано как их исправить и не забывайте что у вас есть персональный менеджер который тоже готов вам ответить на все ваши вопросы перейдем к приложениям у меня вышел достаточно длинный и информативный ролик по этой теме если вы еще не смотрели то на него можно перейти по подсказке сверху я постарался вкратце рассказать о каждом приложении их много и каждый из вас может подключить то приложение которое будет отвечать именно вашим запросам и помогать в работе и развитии вашего магазина помните что все приложения подключаются бесплатно но некоторые из сторонних приложений работают только после покупки платной подписки в каждом таком приложении есть переход на их тарифы где можно с ними ознакомиться ну а наши приложения все работают и подключаются абсолютно бесплатно это все темы которых мы с вами успели поговорить мы настроили магазин настроили корзину оплату и доставку добавили группы и товары и включили все необходимые приложения начало положено да я с вами полностью согласен есть еще и возможности такие как возможность добавить статьи новости информационные страницы фотогалерею портфолио и так далее вообще совершенству нет предела я к этим темам буду еще возвращаться но наверное чуть позже следующих роликах мы поговорим о странице заказа и сообщений поговорим о наших платных доп услугах которую вы можете дополнительно заказать для развития своего магазина и знаете у меня есть вопрос стоит ли рассказывать еще о просе у нас много видео на канале и стоит ли мне повторяться если вы хотите чтобы я рассказал в разрезе нашего с вами проекта то поставьте пожалуйста плюсик в комментариях и я пойму стоит ли мне подготавливать для вас информацию по этой теме мне будет приятно узнать ваше мнение ну а на этом у меня все не забудьте перейти в форму и проголосовать за более интересующую вас тему ссылка на эту форму находится в описании под видео ну а на сегодня это уж точно все всем пока пока и до скорых встреч